всем привет как вы поняли я уже дома и уже санкт-петербурге у нас вот такая прекрасная картина за окном все очень зелено показываем с этого окна потому что на второй половине мы уже поставили сетку что появились сетка потому что появились все всякие мухи комары какие-то жуки пауки короче все что зимой спала все вылезло так я сегодня с поезда с ночного сейчас отдельно расскажу про поездку вот когда на участок приедем расскажу это круги спать дома не могу сидеть все еще больше хочется спать ему спать и не хочу потому что не хочу ложиться смысле спать потому что ночью надо спать и завтра на работу уже ехать к студентам поэтому я лучше решил поехать на свежий воздух пока я дома не заодно вам покажу мои астры посмотрите какие они стали большие уже я сегодня полил один правда немножко подзавел вот этот а нет вот вот этот я его хорошо пролил я думаю видите листочек что-то я думаю нормально с ним все будет отойдет эти посмотрите какие крепкие если мне подписано где какие сорта стоят видите чтобы не забыть давайте будем заболеть вот за этого маленького остреныша чтобы он продолжил расти ну что вот мы уже приехали у нас начала цвести вишня короче все покажу а пока выходили нашел дома два сорта еще огурцов что с ними будем делать наверно подумаем уже ближе к выходным когда уже сюда приедем вот сейчас надо сделать обходик наверно будет еще кабачки замочили чтобы посадить можно было выходные тоже ой смотрите сколько сережек уже или как это от березы называются выходные еще их не было снять налетела уже сейчас пойдем везде все посмотрим проверим что почему как ну что пошли смотреть сегодня буду пересаживать вот здесь вот укроп потому что нет не буду пересаживать он сходит я хотел пересаживать но вот он зелененький мелкий видите вот 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 в ряд идет не 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 все план то меняется он сходит салатик уже посмотрите как подрос посмотрите какая картинь какие листья стали то что значит подкормка и вот это тоже все листьях так пошли дальше тут все понятно у меня у всех уже отцветают нарциссы а у меня только зацветает так всегда какой-то хиленький слышите да какой ветер у нас тюльпантики отцветают потихонечку но еще цветут еще держатся гиацинты уже отцветают смотрите виде уже вялый и этот вялый вот это уже начинает вялый а этот уже вообще осыпается вот тут салату бабушки сходит который она сажала видите рядочек а будут прорыхлить чтобы было поступал в корни здесь девушка это понял уже начал готовить грядки для кабачков такое предположение и видите вдоль забора малины сорняки обрабатывал вишня цветет еще красиво вся усыпана смотрите как здорово сейчас ходим еще посмотрим дальние молодые вишни а если вы 3 цветут они или не цветут ну что-то слоение гортензиями какая же ты медленно и что с тобой не так хотя видите вон зеленые листочки есть значит живая вон есть ванила уже вон какая посмотрите бенелюкс тоже там листья растут клубника посмотрите вся поднялась с клубника вообще все классно я наверное попробую посадить еще знаете что вот на эту грядку выходные попробую астры посадим уже будет тепло можно спокойно высаживать сюда пока еще ничего не решили что в порядке тоже с клубничкой удобрение я буду очень хорошо вилами указать смотрите как обработал чисто пока редиска там все не сходит наверное надо будет полить ребята смотрите как цветет молодая слива и одна и вторая посмотрите какая красота вон у смородины все чистенькая аккуратно у крыжовника всю сныть убрал все равно она полезет понятное дело это же сорняк такой что с ним хоть что делаю тогда будем решать что делать заслушайте смотрите какая хвоста то пошла как прижилась то и здесь прижилась хвоста и тут прижилась хвоста посмотрите как тянуться пошла а еще вот мы недавно да с вами смотрели еще только как свечки такие торчали вот так а что значит рукомастера так ребята помидоры пошли покажу а вишня видите вишня начинает свисти сейчас заморозков не будет и все думаю должно быть все с ней в порядке так ладно пойдем ты куда вот так что большая редиск это вот наши семена которые мы сажали а это вот новая дедушка с бабушкой сажали когда я уезжал вот она уже сходит петрушка вот сходит редками посмотрите видите раз то правда не везде выборочно как-то это помидоры посмотрите там предыдущие влоги когда мы ездили в питомник покупали их я рассказывал какие сорта мы брали 26 штук здесь ну как увидите чувствует себя прекрасно пока еще не малыши так это питунья мы саше пересаживали даже маленькая себя хорошо чувствует видите все хорошо все прекрасно класс так ну и пойдем посмотрим еще одну хосту с одной лилии наши в колесе посмотрим ну чужие вы все лилии порядке все с ними тут вставить какие он вымахали деревья и хоста себя он комфортно чувствует вот видите вот сныть про что я говорил вот не было и тут откуда она взялась вот хост здесь тоже прекрасно сейчас надо было вам рассказать про поезд сейчас расскажу мы с вами забыли еще один парничок проверить там где мы сажали сами редиску посмотрите всходят эти зелененькие зелененькие ровные 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 рядочки поближе покажу что вам видно было вот видите и вот так вдоль прям вдоль все теплички парничка точнее сейчас пролью обязательно так еще смотрите начинают проклевываться огурчики потихоньку вот видите в этом стаканчики вот здесь посмотрите эти раз-два-три-четыре нормально проклюнуться с позже помощь все будет хорошо сейчас она тогда будет обязательно редиску полить срочном порядке сейчас я все полью ребят и расскажу вам про поезд там недолго рассказывать совсем немножко рассказываю про поезд быстренько мы ехали москву на фирменном поезде экспресс он почему-то шок сайте долго мы выехали в 2330 из питера с московского вокзала приехали на ленинградский вокзал 830 вот поезд классный комфортно одноэтажный очень широкий купе широкий кровать очень удобно спать там предоставлялась значит вода зефир какая-то или печенюшка мятная конфетка тапки зубная щетка зубная паста это вечером на ночь да там чтобы попить что-то такое легкое перекусить а утром был еще полноценный завтрак там было на выбор много чего мы выбрали блинчики с ветчиной сыром кстати очень вкусно и как бы заморить червячка вообще самое то что нужно так чтобы этому поезду наверное все а бывало местами что вот так немножко потряхивала как будто он как на расческе не знаю чем связан может быть и рельсы такие может он было такое что немножко потряхивает осталось очень супер спалось комфортно классно обратно поезд сегодня на котором приехали ребята это конечно мы ездили на двухэтажных поездах уже не первый раз и были они довольно таки приличная в этот раз пошло не так и нам купе попалась прямо уборной все мы ездили тоже уборный было нормально никаких ароматов особо не ловили но в этот раз такое ощущение что мы спали в канализации просто я думаю утром что у меня крыша поедет от этих всех ароматов никуда не деться понимаете вообще никуда вот что еще мы ехали во втором вагоне он был у нас получается во хвосте так шатала так качала сучи как на качелях как на качелях вот реально мне даже сейчас такое ощущение что немножко шатает штормит вот вот это я не знаю почему мы ездили до этого на двухэтажных вроде все было в порядке а в этот раз что прям какие-то качели не не знаю что вот у них запахами из уборных почему как они проходят и откуда эти запахи он тоже нам понятно такого вроде не встречали никогда что так было а вот сегодня прямо так вот как будто в канализации ребят ну и шуток в общем сегодня поездка домой была такая испытание вот ну естественно билеты брали не мы брали билеты организаторы концертов вот и естественно мы бы никогда не взяли у туалета ну как получилось так получилось вот так вот мы ехали домой сегодня вот да сейчас немножко так немножко штормит то что она будет сегодня выспаться отдохнуть я решил вы дома почему и сидеть пошло начинает прям так рубит жестко я решил слушать пойти на свежий воздух свежего заход подышать побыть на улице немножко так мозги освежить после ночью надо выспаться нормально завтра уже целый рабочий полноценный день завтра и первые курсы 2 3 все завтра все надо быть форме вот так так что сейчас я после поездки после поездки после поезда отдыхаю вот на природе так поездка была шикарная мы жили в классном отеле отель назывался называется и без он как спа-отель идет туда включается завтрак туда включается в стоимость как мы поняли бассейн то есть вообще классные и мы посчитали то особо очень так и недорого выходит на двоих если брать то вообще прям даже супер там очень классная еда если вот кто-то будет оставить останавливаться в москве выбирайте этот отель это не реклама ничего это просто вот наш опыт мы просто в восторге мы никогда в таком отеле еще не останавливались в москве мы в разных были но вот именно и без у ребят вот вот советую загуглите он пол находится на киевской улице тут на киевской улице метро киевская там киевский вокзал рядом что очень удобно мы ехали от отеля просто сразу вышли перешли дорогу спустились метро станция метро киевская и прямая ветка до площади революции вышли вы уже на красной площади вы уже но практически на красной площади там немножко в другую сторону пройти уже в парке зарядит все займет полчаса не больше рядом там если кафешки и магазины у отеля есть типа европолис если не ошибаюсь торговый центр о европолис я не буду врать так мельком видели а прям самом здании отеля на первом этаже там теремок вкусные . через дорогу киевский в общем еда всегда найдется если там поужинать пообедать где-то перекусить что-то вы всегда найдете где очень удобное местоположение отеля отель очень ухоженный чистый вот вид из окна вы уже видели на москва сити там практически все номера вот с нашей стороны так выходит есть терраса где столовая можете летом это очень классно можете взять на то это можете набрать еды и спокойно выйти на террасу и сидеть с прекрасным видом завтракать как мы и делали завтрак тоже обилие всего что может быть вкуснейшие каши просто вкуснейший сосиски наггетсы картошка яйца как-то скрэмбл называется сейчас на короче вот это вот такая же же яичная потом что всякие йогурт и молоко творог мол из молочка очень много фрукты овощи там огурцы помидоры на завтрак и всегда огурцы брал в общем колбаски всякие разные боженина что хотите круассаны вообще нежнейшие не примут вы их видите него тут а вот просто супер обеды тоже шикарный у нас были у нас были обеды потому что мы от организации есть ли по моему в стоимость проживания обеда и ужина нет опять у нас были стейки такие прожарки медиум знаете потом очень вкусная была как же ее называют грибы с курицей со сливками это это было вообще что-то макароны сыром паста кармонара все ребята там вы что хочешь и не хочешь есть так что подумать если захотите становиться в москве и чтобы быстро доехать до центра и погулять в центре именно вот этот отель берите очень удобно посмотрите мне есть я выкладывал обзор на этот номер вот так все есть можете посмотреть номер небольшой комфортный уютный все что нужно есть лифты работают только с помощью карточки без карточки вы не такой этаж не уедете но карточка от номера которая пластика которая показывала вот в листе вы тоже ездите только по ней прикладываете нажимаете этаж вот и все принципе так что такие дела что меня рубит торможу я извините сейчас тогда позанимаемся еще какими делами наверно поедем домой я думаю что на сегодня влог свой небольшой закончу увидимся с вами уже выходные будем заниматься делами на посадить перцы просто смотрел погода уже вроде более-менее ничего сегодня очень сильный ветер прям смог сможет не знаю почему москве было 25 градусов 24 мы в 10 часов вечера ходили футболки футболки вообще посадить настолько было тепло как летом сюда приехал вообще к холодильнике север все-таки вот такие дела все на сегодня своего заканчиваю всем вам желаю прекрасного дня отличного настроения бодрого не такого как у меня сегодня и до нового блога вам сажать огурчики помидорчики надеюсь и кабачки если не прорастут все всем пока спасибо что вы терпели